Сотни жителей Выборгского района в День Великой Победы считают своим долгом почтить память героев, погибших в ожесточенных боях. Напевая песни военных лет, на автобусах к местам братских захоронений отправились ветераны и молодежь. По традиции, первая остановка у мемориала Петровка, где покоятся останки более пяти с половиной тысяч воинов, погибших во время Зимней войны 1939-1940 года и Великой Отечественной. Все они сложили свои головы за Выборг и Карельский перешеек. Как и многие другие семьи, каждый год 9 мая на Петровку приезжают родные Ивана Константиновича Зайцева. Он погиб в 1944 году в ходе Выборгской наступательной операции. Их было четыре брата. Все погибли, все красивые, высокие, блондины были. Все погибли на войне. Все лежат в земле, боролись за нашу страну, за жизнь детей своих, чтобы нам было жить хорошо и привольно. У нас очень много внуков осталось от наших дедов, прадедов теперь уже, которые остались лежать в земле. И всем мы стараемся объяснить, что землю надо нашу беречь, родину нашу. Скорбное молчание разрезал троекратный автоматный залп в память о солдатах и офицерах Красной Армии. А участники торжественно-траурных мероприятий отправились на Южное кладбище, где их уже ждали сотни горожан. У подножия часовни Георгия Победоносца, священники Спаса Преобраненского собора, отслужили панихиду обо всех войнах, смертным сном почивших на земле Выборгской. Огромной вереницей потянулись люди к вечному огню и памятнику неизвестному солдату, чтобы возложить венки и цветы. В их числе и малолетняя труженица тыла в годы Великой Отечественной Зинаида Леонтьева. Сильно было бомбили, не знали куда деваться. Леша у нас далеко была, некуда спрятаться. Венки и цветы участники церемонии возложили и к мемориалу на четвертом километре Ленинградского шоссе. Все ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и дети войны отмечали, что День Победы для них – главный и святой праздник. Начиная еще с советских времен, День Победы, ни одного года они пропустят. Всегда отмечаю. Мне сейчас уже возраст подходящий. 4 декабря прошлый год было 85 лет. Поэтому я настрой хороший. Всем ныне живущим и будущим поколениям ветераны Великой Отечественной войны желали никогда не познать, что такое война и голод. С горечью и сожалению они говорили о событиях, которые сейчас происходят на Украине. Хочется просто сказать спасибо всему погибшему и настоящему народу, которые одержали нашу победу с фашизмом, который сейчас проявляет на Украине. Россия не хочет войны. Россия хочет, чтобы была Украина, наши соседние, наши родные братья и сестры не били друг друга, не жгли друг друга и не делали бы хатынь номер два, в которой в Одессе произошла такая трагедия. После всех торжественных мероприятий на Красной площади Выборга начался праздничный концерт. Выборгские танцевальные и вокальные коллективы подготовили для горожан свои лучшие номера. Несмотря на переменчивую погоду, то светило солнце, то шел дождь, благодарные зрители до позднего вечера аплодировали артистам. Ровно в 23 часа, в ознаменовании Дня Победы, небо над Выборгом озарил красочный фейерверк. Вероника Когут, Валерий Просяжнюк, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город».